Сегодня вышел новый роман Пелевина про трансгуманизм. Я получил его на обзор за неделю до релиза, уже прочитал и готов поделиться своей рецензией. Без спойлеров. В этом ролике я расскажу вам, исписался ли Виктор Олегович, правильно ли он интерпретирует современное развитие биотехнологий, как новая книга связана с буддизмом, какие другие источники вдохновения использовал Пелевин и как он ругается с хейтерами на страницах своей книги. Это ютуб-шоу Мастриды на канале Книжный Чел. Сейчас начнется наша стильная заставка, а вы, пожалуйста, пока поставьте мне лайк и погнали. Сразу скажу, это далеко не лучший роман Пелевина. Местами он, конечно, дает жару, в книге много интересных языковых находок, сюжетных ходов, но все же годы берут свое. Это уже двадцатый роман Пелевина, в последнее время он клепает их по одному в год, и это сказывается на качестве. Много самоповторов, самолюбования, текстовых подмигиваний самому себе, но Пелевин все еще один из самых интересных мыслителей современной России. И даже его проходные романы я читаю запоем, с удовольствием, поэтому книгу я скорее советую, чем нет. Но не могу не прокритиковать. Сначала немного о сюжете, без спойлеров. Роман состоит из семи новелл про разных героев, живущих в мире будущего, мире победившего трансгуманизма. В этом мире, заработав денег, можно жить практически вечно. Твой мозг кладут в банку с раствором, в специальное хранилище, и ты живешь в виртуальной симулированной реальности. Ты можешь в ней просто кайфовать, а можешь вести дела в реальном мире и взаимодействовать с простыми, смертными, кожаными людьми через чипы нейроимпланты в их головах. Это то, что сейчас как раз пытается создать Илон Маск со своей компанией Neuralink. К ней в книге тоже есть отсылки. По иронии, большинство людей, которые могут позволить себе мозг в банке, это банкиры. Ну и другие богачи, политики и прочие сильные мира сего. При этом большинство людей живут в обычном мире и обслуживают интересы богачей, чтобы их мозги могли комфортно существовать, пока простые люди состариваются и умирают. А еще земля живет на грани экологической катастрофы. Поэтому получается такой стимпанк. Вместо автомобилей лошади, вместо общественного транспорта извозчики, вместо небоскребов малоэтажные дома. В придачу к богачам-баночникам и к обычным людям в этом мире есть еще биороботы-холопы или хелперы. У них подавлена личность, и они выполняют самые рутинные задачи. Довольно банальный сеттинг на самом деле. Уже здесь Пелевин разочаровывает. Самая очевидная идея, которой пользовались уже куча писателей, куча авторов сценариев, сериалов и фильмов, это показать мир победившего трансгуманизма как антиутопию, в которой достижения технологий доступны только злым и циничным элитам. А большинство живет в условиях технологического упадка и мечтает когда-нибудь получить бессмертие. Хотя шансы у них на это минимальные. Из недавних популярных произведений с похожей вселенной можно вспомнить сериал «Видоизмененный углерод», сериал «Мир дикого запада» и фильмы «Элизиум и превосходство». Идея достаточно избита. Подобные сюжеты были распространены и у великих фантастов прошлого, например, Филиппа Дика. Но, несмотря на то, что концепция не новая, в романе есть красивые, даже поэтичные куски и нестандартные сюжетные траектории. Например, новелла про японца, который устраивал бои биороботов-самураев. Просто прекрасная. Пелевин умеет, когда хочет, но, к сожалению, не так часто старается. Впрочем, можно ли вообще писать гениальный роман каждый год «Наверное, нет». Здесь, наверное, виновата жажда зарабатывать больше денег. Или относительно малоразвитый российский книжный рынок, который не позволяет главному русскому писателю достаточно зарабатывать бабло при более размеренном темпе написания романов. Хотя вот у Сорокина получается, или у Глуховского, который вообще красавчик, и самый коммерчески успешный человек в нашей литературе. Ладно, поговорим о трансгуманизме. Идеологии, которую Пелевин вынес в названии своего романа. Трансхюманизм Инк. Так называется роман. Это сокращение от Трансхюманизм Инкорпорейтед. Корпорации, которые в мире будущего обеспечивают всех чипами, нейроимплантами, а богачам помогают жить в вот этих самых баночных симуляциях. Так что же такое трансгуманизм? Трансгуманизм – это философия и основанное на ней общественное движение, провозглашающее, что человеку следует улучшать свои возможности с помощью достижений науки и технологий. Это про биохакинг, прокачку своего организма, это и про поиск лекарств от болезней, и про борьбу со старением с помощью разных препаратов, наномедицины, биопротезов, либо, как отдельное направление, это поиски цифрового бессмертия, как у богачей в этом романе. У меня на этом канале есть целая серия роликов про трансгуманизм, советую посмотреть, кстати, вот здесь. Там много про то, куда движутся современные технологии в сфере продления жизни, про разные этические вопросы и так далее. Например, оттуда вы сможете узнать, что пелевинская антиутопия – это маловероятный сценарий, потому что новые технологии по продлению жизни или по цифровому бессмертию по законам капитализма, после их появления будут неизбежно дешеветь и постепенно становиться доступными всем. Ну, или, по крайней мере, среднему классу. И это будет выгодно всем, в том числе корпорациям. В общем, у пелевина достаточно поверхностный взгляд на трансгуманизм. Глубокого погружения в тему в романе я не увидел. Но я должен все равно сказать спасибо Виктору Олеговичу за то, что он популяризовал термин. Если судить по числу подписчиков, я один из самых популярных блогеров, которые занимаются популяризацией трансгуманизма в России и за рубежом. Но я постоянно сталкиваюсь с тем, что приходится объяснять людям, что это такое трансгуманизм. А теперь больше людей об этом термине узнают. Но, с другой стороны, они узнают о нем с негативной стороны. Как всегда, писатели выбирают легкий путь и показывают трансгуманизм как средоточие зла, как вредную для общества идею. И формируют такой стереотип, из-за которого общество меньше поддерживает исследования, старения, ученых и стартаперов в этой сфере. Это, конечно, грустно. Из-за этого точно замедляется прогресс в этой сфере, в нее приходит меньше талантов и меньше инвестиций. Но надо сказать, что в книге Пелевина встречаются и классные пассажи в защиту трансгуманизма. Зачитаю один такой. Это реплика из диалога двух девушек. У одной из них мозг в банке, а другая живет в обычном мире. «Ты можешь считать меня мозгом в банке», улыбнулась она. «Но ты сама такой же точно баночный мозг. Просто этот мозг еще глупый, а твоя банка очень дешевая, хрупкая и недолговечная, из костей и мяса. Она понемногу разрушается. Ее нельзя спрятать в безопасном хранилище. Она ходит по поверхности земли в постоянных поисках пищи». И так далее. Думаю, со временем такие споры и аргументы станут актуальными. А пока давайте перейдем к моим претензиям в адрес Пелевина и его новой книге. Моя главная претензия к Пелевину в том, что он перестал быть пророком и визионером. Вот, например, в культовом романе «Дженерейшн П» в 1999 году он предсказал множество явлений жизни современной России и мира. И его цитаты используют современные политики. Даже производитель кваса Никола вдохновился его слоганами при создании своего продукта. Или вот в романе «Чапаев и пустота» в 1996 году Пелевин задал на много лет мощный тренд на буддизм, психоделию. А в СНАФе в 2011 он невольно предсказал прокси-войну с Украиной и санкции. Но со времен СНАФа ничего действительно революционного и пророческого Пелевин не написал. И новый роман не исключение. Здесь нет прорывных идей, нет ничего пророческого. Хотя роман про будущее, но все мысли о том, как оно будет устроено, Пелевин придумал не сам, а взял из современной культуры. Даже название Пелевин, скорее всего, позаимствовал. У Роберта Шекли есть роман «Иммертеллити инк» в русском переводе «Корпорация бессмертия». А еще в прошлом году, в 20-м, вышла книга Чипа Уолтера с таким же названием «Иммертеллити инк». Она посвящена стартапам в сфере трансгуманизма и я думаю, что Пелевин ей однозначно вдохновился. Обязательно еще сделаю ролик про нее, подпишитесь, чтобы не пропустить и поставьте лайк, если еще этого не сделали. Еще одна претензия это постоянные самоповторы и конъюнктурность. Пелевин, как обычно, угорает над феминизмом исламизацией Европы, новой этикой. К этому в этот раз добавился еще стеб над рэперами и стендаперами. Заезженная пластинка, очень по-бумерски такие отрывки звучат. Я представляю, как автор придумывает очередной каламбур про феминисток и ходит такой довольный по комнате. Да, какой я красавчик, как я их уел. Например, «Не кобельфо» или «Ночной зефир, струит эфир, шумит-бежит, гендер-квивир». Ну, такое, как говорится. Второсортные рэперы в батлах получше панчлайны придумывают. Я не знаю даже, что может помочь Пелевину. Может, ему стоит в ТикТоке зарегистрироваться или подписаться на разные паблики, каналы с абстрактными мемами, чтобы прокачаться. А то кажется, что он в своем отшельничестве совсем утратил связь с современностью. И про тех, кто обвиняет Пелевина в бумерстве, у него, кстати, есть отдельный пунктик. На этот раз у него так бомбануло, что он начал полемику с критиками прямо на страницах книги. Мягко говоря, это была неудачная идея. Точнее, даже две неудачных идеи возникли у Пелевина в сфере дискуссий с критиками. Первая неудачная идея вынести на обложку фейковые отзывы от выдуманных изданий. Один из них от феминистки, которая обвиняет автора в том, что он бумер. К этому мы еще вернемся. Другой псевдоотзыв совсем интересно сформулирован, зачитаю его. Устройство Пелевинского текста примитивно. Запрячь Либерпанк с гендерпанком и гринпанком, добавить настойного на буддийском анатмане экзистенциализма, мелко настрогать вид генштейновского логоцентризма в инверсном модусе, подсыпать передернутой левой мысли а-ля Адорна, замесить с классической семичастной структурой и вуаля, можно подавать к нетребовательному столу. People have it. Семен Запупин, газета Деловой Муха Спаск. Запупин? Серьезно? Какой-то детский сад оскорбить критика, издеваясь над его фамилией? Ну, блин, очень стрёмно. Странный прием. Красиво, причем сказано в рецензии все. Много, как нынче говорят, неймдропинга. И общий посыл складывается в то, что смотрите, я такой умный многослойный писатель на самом деле. Вон сколько неординарных идеологий замешиваю в одном флаконе. Так что обвинять меня в шаблонности плохая идея. Ну, никто не спорит, что Пелевин начитанный, разбирается в философии, в религии, умеет жонглировать любопытными концепциями, но тезис о шаблонности и однотипности его текстов это никак не отменяет. Это просто его делает однотипным, эрудированным, но компилятором. Второй способ урыть критиков у Пелевина получился еще менее удачным. Он выводит в романе персонажа по имени Герман Азизович Шарабан Мухлюев. Еще один странный прием с фамилией. Ну, вот этот Шарабан Мухлюев это последний русский классик, который продолжает писать книги в мире будущего. Его обвиняют в самоповторах и в том, что книги за него пишет нейросеть, но все равно продолжают читать и изучать, как и Пелевина. Героиня романа изучает Шарабан Мухлюева на уроках литературы и в книге там приводятся отрывки из него, там абсолютно пелевинский стиль и слог. И в некоторых отрывках Пелевин от лица Шарабан Мухлюева проходится по критикам. Ну, наверное, он думает, что остроумно проходится. Например, на обвинения в самоповторах он отвечает так. Слушай, Кис, если ты так хорошо понимаешь рецепт, по которому сделаны мои книги, попробуй напиши такую же. Лет на 10 член изо рта сможешь вынуть. Как вы поняли, мы имеем дело со старым добрым аргументом сперва добейся. Это как если бы футболист сборной России в ответ на негативный комментарий зрителя возмутился, что вот тот зритель хуже его играет в футбол. Чувак, камон, ты футболист, ты должен играть хорошо, это твоя профессия, за это тебя платят. А мы, зрители, не обязаны играть хорошо, но мы вполне имеем право судить тебя за косяки, которые даже нам, не профессионалам, очевидны. То же самое с писателями. И, кстати, я уверен, что талантливый молодой писатель, вроде, например, Алексея Поляринова, который был у меня в книжном челе, ссылка вот здесь, такой писатель легко напишет роман в стиле современного Пелевина. Просто это ему незачем, он пишет в своем стиле. В другом куске Пелевин устами Шарабан-Мухлюева отвечает на обвинение в бумерстве. Он пишет, что окей, бумер, это всего лишь ответ молодежи на приказ от старшего сосать зумер. Получается диалог сосать зумер, окей, бумер. Забавно, конечно, но не более. И потом автор пишет о том, что поколенческие ярлыки вообще порочны и условны. Но Пелевин не понимает, претензия в бумерстве не в возрасте. Это вообще не про поколение. Можно быть пожилым, но продвинутым и не зашоренным. Например, Андрей Сибрант из Яндекса. Он был у нас в подкасте «Терминальное чтиво», вот здесь можно посмотреть. Супер продвинутый чел. Продвинутый многих зумеров, хотя ему 68 лет. Окей, бумер, это не про то, что вы, Виктор Олегович, старый, а про то, что вы негибкий, ригидный. Нет у вас такой черты, которую на английском называют «open-mindedness», открытость ума к новому. Вы как Богомолов со своим пропагандистским манифестом про загнивающую Европу, над которым в этом году все смеялись. И это печалит, потому что Богомолов по масштабу все-таки даже рядом не стоит. А Пелевин реально совесть нации, который когда-то глаголом жег сердца людей и вдохновлял миллионную аудиторию. А сейчас рискует превратиться в режиссера Михалкова. Когда-то великого, но скатившегося. Антон Долин у меня в шоу «Книжный чел» про таких людей сказал так. Михалков. Ну, есть такое слово, непереводимое на русский язык. Хэсбин. Кто-то, кто когда-то кем-то был. Да. Пелевин не хочет стать хэсбином. Он реально мечтает стать Шарабан Мухлюевым, главным писателем страны, который десятилетиями пишет про любые темы, которые ему нравятся. Его все обсуждают. А если хейтеры какие-то есть, он над ними глумится, остроумно и клёво. Но с годами тиражи падают. Появляются новые звёзды. Так что такая судьба его точно не ждёт. Если только он не напишет в ближайшие годы чего-то по-настоящему мощного и прорывного. И я пока что каждый год искренне надеюсь, что он напишет. Но с каждым годом, с каждым новым романом надежда ослабевает. Напоследок поговорим о буддизме и о том, что Пелевину всё-таки удалось. Помните фейковую рецензию с обложки, текст которой я зачитал, про то, что рецепт текстов Пелевина прост? Там есть фраза «добавить настоянного на буддийском анатмане экзистенциализма». Что же такое этот анатман? Анатман переводится с санскрита как «не-атман», то есть «не-я». Это одна из важнейших концепций буддизма и она утверждает, что эго или понятие «я» отсутствует. В учениях о медитации это распространённая идея. О ней пишет, например, Сэм Харрис в замечательной книге «Waking Up». Эго не существует. Наличие субъекта «я» это иллюзия. На самом деле, каждый из нас это непрерывный процесс вспыхивания и угасания дхарм, то есть психических состояний. Это очень интересная глубокая идея, которая подтверждается, кстати, современными нейронауками. Советую почитать об этом у Харриса. К сожалению, официальная его книга не издана на русском, есть только корявый фанатский перевод в интернете, поэтому советую, если вы владеете английским, читать в оригинале. На самом деле, анатман – это важнейшая концепция для понимания всей сути книги Пелевина, чтобы у вас сложился, так сказать, пазл. Но я не буду спойлерить, просто вспомните об этой идее, когда дочитаете роман. Думаю, вы получите инсайт, получите удовольствие. Как обычно у нас розыгрыш. Две книги Transhumanism Inc. получат авторы двух лучших комментариев под этим роликом. Напишите ролик, про какую книгу или про какую тему мне сделать следующим. Я выберу авторов лучших комментариев, моя команда с вами свяжется, и обязательно оставьте в своем комментарии свой имейл или юзернейм в инстаграме, чтобы мы смогли с вами связаться. Итоги подведем через пару недель. С вас лайк, колокольчик и подписка. Меня зовут Гриша Маст Ридер. Пока-пока.